Всем привет, друзья! Канал за нами уже выехали на связи. В Казахстан возвращаются блокпосты. Вчера стало известно, что ими из-за коронавируса окружат Восточно-Казахстанскую область. Тенге продолжает падение вниз. Экономисты предсказывают 440 и выше, встают опять же за второй волной, низким спросом на нефть и ожиданием ухудшения отношений после выборов в США. Очень может быть, что снять деньги с пенсионных накоплений казахстанцы смогут, если смогут, не раньше лета следующего года. Но нас с вами все равно больше всех продолжает волновать выход фильма про Борат. И это не я придумал. Зайдите в тренды казахстанского ютуба, а видосы вокруг произведения Саши Барона Коэна по-прежнему в топах. А в Алматырид активиста продолжает приходить в здании Генерального консульства США с разного рода флешмобами. Вчера, например, они принесли туда гроб с Буратом. Я хоть и стараюсь в своих выпусках всегда цепляться за какой-то фундамент в виде фактов, чтобы не строить совсем уж конспирологические теории, но иногда и у меня, правда, возникает ощущение, что наше правительство в некотором смысле даже поощряет такой шум вокруг этого фильма. Очень удобно перевести вектор внимания масс с насущных проблем на вещи, до которых невозможно дотянуться и никак на них повлиять. Теперь вот у нас есть образ внешнего врага, вокруг которого мы можем объединиться. Вот классический пример подмены информационной повестки. Ладно, даже если это не специально, а просто стечение обстоятельств, то Борат дал возможность нашим властям информационной передышки. Но говорить об этих важных вещах надо, поэтому поехали. Подписка, проверка уведомлений, лайк, дизлайк. Вот спасибо большое. Помните, я недавно хвастался, что впервые в жизни рекламирую Ауди? Вот рекламирую снова. Тогда я рассказывал, что наш подписчик недавно привез в Казахстан две модели этой марки, но не простые, а с электродвигателем. Модель называется Ауди e-tron. Классная тачка, оснащенная электродвигателем мощностью в 300 кВт, что до сотни разгоняется за 5,5 секунды. Заряжается до 80% за полчаса, а запаса хода хватает на 400 км, что сопоставимо с полным баком бензинового авто. Но только это прям намного дешевле. 1 км 7 тенге. Просто вдумайтесь в эти цифры. 100 км вы будете проезжать за 700 тенге. А еще отсутствие транспортного налога, свободный въезд на Чимбула, куда не пускают бензиновое авто и прочие плюшки. Кроме того, в этой модели есть все, за что поклонники любят Ауди. Качество, комфорт, богатая комплектация. Светодиодная оптика, 4-зонный климат, навороченная мультимедиа, куча автоматических систем для помощи водителю, и многое другое. В прошлый раз я говорил, что подписчик привез два таких экземпляра. Одна, Ауди и Трон, уже проданная ездит по дорогам Алматы. А на вторую, для настоящих фанатов электрокаров и числа наших подписчиков, будет серьезная скидка в 2 миллиона тенге. Внизу в описании будет ссылка на сайт колеса Киезет, где, собственно, и выставлена эта машина. Там вся интересующая вас информация. По поводу возвращения блокпостов. Последние новости касаются только Восточно-Казахстанской области. Там в последние два дня фиксируют резкий прирост новых случаев заболевания. Вчера там нашли 139 больных, а сегодня уже 205. Интересно, какая пауза вчера была между объявлением этой новости о том, что область станет закрытой, и публикацией постановлений со всеми подробностями. Как обычно, сразу нормально рассказать главные санитарные врачи области о том, как жить людям в этом регионе, не удосужились. Могу только представить себе, какая была паника и в эти несколько часов. Что известно сейчас? С 1 ноября область окружает блокпостами. Запретом въезда и выезда из нее. При этом отдельно еще закроют и Усть-Кеминогорск. То есть такой закрытый получится город внутри закрытой области. Перемещаться между остальными населенными пунктами внутри ВКО можно будет, но не заезжая в сам Усть-Коман. Есть, конечно, ряд категорий людей, для которых пока действует исключение. Все как весной. Выезжать и заезжать смогут сотрудники организации жизнеобеспечения населения, лица, которым нужно выехать по медицинским показателям, или вернуться в ВКО, если вы там прописаны. Транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов тоже пока пускают через ВКО. Ну и так далее. Полный список есть постановлений главного санитарного врача области. Ссылку оставим в описании. На что еще хочется обратить внимание, так это на запрет на проведение аудио, фото и видеосъемки в больницах, в машинах скорой помощи, да даже дома снимать работу врачей будет нельзя, если к вам приехали на выезд. Почему не объясняется? Вот паники не хотят допустить или что? О чем эта новость нам говорит? О том, что при всех обещаниях того же министра здравоохранения Алексея Цоя сделать все для избежания локдауна, эта опция для правительства остается вполне себе рабочей. Хоть по мне не скажешь, но я очень не люблю делать плохие прогнозы, но тут похоже, что ждать там какой-то ближайшей обозримой перспективе локдаунов и на остальной части страны. Причина, кстати, тоже предсказуемая. По ВКО посты решили вести, потому что цитата руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно-Казахстанской области Талгата Тунгашбаева. Считаем, что основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации в области является несоблюдение ограничительных противоэпидемических мероприятий жителями и субъектами предпринимательства, а также непрекращающиеся пассажиры и грузопотоки с определенными государствами. Конец цитаты. Ну, в целом, так получается, сами виноваты, маски не носите, а бизнес не соблюдает ограничительные меры. Почему при этом такой всплеск именно в ВКО, пока не объясняют. В общем, ничего особо нового они не придумали. Напомню, что по прогнозам ЦОИ локдаун был возможен в декабре или в январе, но тенденция пока как будто бы на опережение этого графика. Тенге. Здесь будет коротко, наша национальная валюта опять слабеет после некоторой летней передышки. Сегодня уже в некоторых обменниках купить доллар можно за 435 тенге, но не исключено, что это не верхние цены, которые будут в ближайшие дни. Причина та же, нефть дешевеет. Вот вчера фьючерсы бренда падали ниже 38 долларов за баррель. Опять же, спрос на нефть падает из-за коронавируса и разгула второй волны по миру. Ну, собственно, все это мы уже выучили с вами еще весной. Но еще на тенге давит и падение курса рубля, а он падает в том числе из-за негативных ожиданий перед выборами президента в США. Тут дело в том, что в социологических опросах серьезно лидирует кандидат от демократов Джо Байден. А он во время своей предвыборной кампании неоднократно заявлял о намерении вести более жесткую санкционную политику против России. Мол, Трамп это друг Путина, а он слишком мягок, а вот демократ намерен поставить российского лидера на место. Повторять вам причины тесной связи тенге и рубля уже нет смысла, привет ЕАЭС. Короче, выборы пройдут уже 3 ноября, и вот перед ними такая напряженка. Единственное, что здесь можно еще добавить, вот Хилари Клинтон тоже серьезно пережала Трампа в вопросах перед прошлыми выборами, но в итоге проиграла. По поводу пенсии. Вот помните, да, Тукаев поручал уже с начала следующего года дать возможность казахстанцам снимать часть своих пенсионных накоплений. И также вы помните, как вообще эта инициатива за этот год пересматривалась несколько раз. Сначала был установлен какой-то неадекватно высокий порог достаточности. Грубо говоря, снимать деньги для улучшения своих жилищных условий, например, смогли бы прям единицы. Потом этот самый порог достаточности снизили, и опция стала доступна большему числу людей, хотя большинство из тех, кто нуждается в этих деньгах, пока все равно остались бы за бортом. Но самое интересное, похоже, что и тем, кто успел накопить достаточную сумму на своих пенсионных счетах, придется подождать еще дольше. Такое предположение у себя на странице в фейсбук высказал юрист Ержан Есимханов. Он опубликовал большой пост, я его процитирую полностью, он важный, но ссылку на фейсбуке Ержанова дойдете в описании, вот советую подписаться. На днях, наконец, был обнародован проект закона, который должен предусмотреть порядок использования наших пенсионных накоплений. Сказать, что он вызывает вопросы, значит ничего не сказать. Более того, есть ощущение, что идеи с использованием пенсионных накоплений хотят похоронить окончательно. Незаметно, но очень надежно. Сейчас объясню, почему, вот следите за рукой. Во-первых, очень удивляют сроки рассмотрения. Знаете, какую приоритету проекта в плане работы Мажелиса? Сотый и ста одного, на предпоследнем месте. Сотый, друзья, и ста одного. Вот вам и срочность. На сайте Мажелиса указано, что срок подготовки и заключения по проекту 17 марта 2021 года. После этого проект пойдет в Сенат. По факту это значит, что закон примут самое раннее в мае-июне следующего года. Еще раз, это самый ранний, очень оптимистичный срок. Почему, смотрите ниже. Президент при этом поручил обеспечить использование пенсионных накоплений уже с начала следующего года. Из тех сроков, которые есть сейчас на сайте Мажелиса, этого не видно вообще никак. Поручения президента уже не в первый раз затягиваются на уровне исполнения. Но чтобы затягивали так, очевидно, я пока не видел. Теперь второе. Законопроект огромный, несколько сотен страниц. Вы думаете, он огромный, потому что использование пенсионных накоплений потребовало так много изменений? Ничего подобного. Просто в законопроект добавили вообще все, что было срочного. В этом проекте, представьте себе, есть вопросы рыболовства. Рыболовство, друзья. Есть вопросы страхования. Есть вопросы использования национальной платформы искусственного интеллекта. Какое все эти вопросы имеют отношение к пенсионным? Ответ простой. Никакого. Когда проект такой большой и затрагивает так много самых разных интересов, это все значит, что он будет приниматься очень долго. Любой дополнительный вопрос требует заключения профильного министерства. Все это еще больше увеличит сроки рассмотрения проекта. И еще вопрос. 10 января в стране выборы. Став Мажелиса обновится. Как долго будут новые депутаты вникать в работу над проектом? Тем более над таким огромным. Выбор это еще задержка на пару месяцев. Поэтому, как я писал выше, май и июнь 2021 года очень оптимистичный срок. Реальный срок конец 2021 года. В чем причина таких задержек? Это может быть банальный недосмотр, а может быть чья-то злая воля. Вариантов много, я не вижу смысла их озвучивать. Этим пусть занимаются другие люди. Но я точно знаю одно. Если мы хотим, чтобы в следующем году дело все-таки дошло до реального использования пенсионных денег, эти вопросы нужно выделять в отдельный законопроект. Короткий и простой. И оперативно его рассматривать. А иначе слова об использовании пенсионных так и останутся с отрицанием воздуха. Кто бы их не произносил с каких угодно трибун. Тут в глобальном плане есть два варианта. Или Тукаева вообще ни во что не ставит, распродолжая так очевидно саботировать его инициативы. Либо все его обещания изначально озвучивались без надежды на исполнение, а только для заработка каких-то очков. Ну, третьего не дано. Кстати, про Тукаева еще немного коротко. Также вчера появилась новость, что президент Казахстана поручил повысить зарплату полицейским на 30% в течение трех лет. И в этом поручении прекрасно все. Во-первых, 30% за три года от текущей суммы это, дай бог, покрытие инфляции. То есть это скорее не повышение, а индексация зарплат. И да, на грузинский сценарий реформы МВД это вообще никак не похоже. Вот помните, да, что там Саакашвили в свое время взвинтил зарплаты для правоохранителей, но сначала уволил всех старых, а на их место взял новых. У нас, как вы понимаете, индексировать зарплаты предлагают не новым, а старым. То есть на какую-то серьезную реформу это не похоже. А на что похожим? На классический прием в странах постсср немного приподнять дух правоохранителей перед очередными выборами. Ни на что не намекаю, но... Ну и в конце еще немного про социальные сети и Бората. Когда видишь в трендах Ютуба какие-то комментарии про этот фильм или вот реакцию наших соотечественников, эти флешмобы и параллельно следишь за теми новостями, что происходит в стране, вспоминается старый анекдот. В России разруха, анархия, страна медленно разваливается и никто ничего не может с этим поделать. Чтобы спасти страну, решили ученые оживить Сталина. Очнулся отец народов, оглядел бардак, что вокруг творится и сказал. Товарищи, чтобы спасти страну, я имею два предложения. Первое, расстрелять правительство и Думу в полном составе. А второе, перекрасить Кремль в зеленый цвет. Товарищ Сталин, а Кремль-то зачем перекрашивать? Я так и думал, что по первому пункту у нас разногласий не возникнет. Легко можно адаптировать этот анекдот под наши реалии. Сейчас, чтобы человек, даже чиновник, даже какой-нибудь депутат стал выглядеть красавцем в глаза, к сожалению, большей части казахстанцев, ему достаточно сказать, что Саша Баронкоин мудак, давайте его казним. И плевать, что этот депутат ранее за весь свой срок ни хрена не сделал. Ну ладно, одно дело Бурата, другое дело коронавирус и все, что с ним связано. Сейчас продолжаются информационные войны, и я думаю, что со второй волной они только обострятся. Уже сейчас мы видим кучу фейков в сети, что явно появились не случайно, а вбрасываются руками в том числе грамотных политтехнологов. Вообще за последний год у меня довольно серьезно поменялось отношение к фейкам. Я раньше не видел в них прям серьезной угрозы. Ну как бы фейк и фейк, кто-то создал шутки ради, без злого умысла. Но вот сейчас очевидно, что фейки становятся едва ли не главным оружием в руках вот тех самых политтехнологов в этих войнах. Относительно свежий пример, вот недавно в пабликах активно форсилась вот эта фотография спокойным лидером Ливии Муаммаром Каддафи. Наши товарищи из ФакЧек уже разобрали этот случай, вот согласно подписям картинки, Каддафи как явный оппонент западному миру прекрасно знал о создании коронавируса в начале пандемии. И именно за это его, возможно, и ликвидировало НАТО. Если коротко, то на той самой 64-й сессии Геносаблеи ООН Каддафи действительно говорил о вирусах и высказывал предположение, что свиной грипп был создан искусственно, как военное оружие. И что завтра появится какой-нибудь стата рыбий грипп, и капиталистические страны будут зарабатывать на вакцинах. Но пророчеством это, конечно, не было. Такое мнение существовало и до Каддафи. Это показательный пример манипуляции. Когда в социальных сетях вроде бы и не сильно соврали, но обернули все очень красиво в очевидный антизападный фантик. И подобных примеров на самом деле много, как в одну, так и в другую сторону. Я говорю здесь о противостоянии Китая и США. Вы помните, что эти страны уже не первый год ведут торговые войны, а коронавирус стал таким прям новым фронтом в этом противостоянии. Еще месяц назад появился канал АРУ-ТВ. Вот помните, это белорусский активист, который сейчас вынужден жить не в своей стране из-за преследования на родине. Я у него пару раз брал интервью. Так вот он обратил мое внимание на исследование, которое провели румынские и эстонские специалисты. Они как раз разбирали русско-китайскую пропаганду вокруг коронавируса. И тут стоп, нравственная полиция, которая сейчас меня обвинит про западное настроение. Я еще раз подчеркиваю, что война ведется с двух сторон. Но так получилось, что мы меньше потребляем западного контента, а больше находимся в русскоязычном сегменте, в том числе в социальных сетях. Так вот теперь про само исследование. В нем были проанализированы посты в социальной сети ВКонтакте. То есть в российском продукте, который явно контролируется государством. Речь идет о трех пабликах. Россия, Китай, главная, 637 тысяч подписчиков. CGTN на русском, 572 тысяч подписчиков. И Китай, знакомство с Поднебесной, 378 тысяч подписчиков. Все три паблика созданы не случайно. Первый, совместный проект международного радио Китая и Russia Today. Второй, адаптация канала из семейства центрального телевидения Китая. А третий, русскоязычная версия журнала Китай. Конечно, владельцем пабликов является, скорее всего, правительство Китая, которое очень дружит с правительством России. Так какие же фейки там форсились? Ну, всем известно уже сейчас про то, что вирус создали американцы. Наверняка за этим стоит Билл Гейтс. Там же было и про вышки 5G, про военные лаборатории и так далее, и так далее. Я оставлю ссылку на канал Павла в описании. Конкретно этот ролик, там исследование разбирает Артемий Троицкий. Если вам интересна эта тема, я прям советую посмотреть просто для себя. Для того, чтобы быть более вооруженным или подготовленным, что ли, в этой войне за наше с вами внимание. Потому что еще раз, вторая волна идет по миру полным ходом и ждать нам фейков тоннами. К чему я все это? Мы живем сейчас в эпоху постправды, когда в огромном потоке контента разного рода развлекательного или новостного объективные важные факты умело заменяются на менее значимые, как в случае с Буратом. Или как с теми же митингами против русского языка. Тут я каюсь, даже я повелся и предал огласки акции, которые того не стоили. Когда фейки выдаются за новости, и наш мозг уже теряет способность мыслить трезво, а подается желанию вбирать в себя ту информацию, которая как будто бы ближе к его точке зрения, или просто вызывает внутри больше эмоций. Я скатился немножко о философии в конце, ну короче, держим голову по возможности холодной, не поддаемся панике. Я с вами вместе продолжу учиться отличать важное от неважного и говорить, что по этому поводу думаю. А пока всем спасибо. Всем пока.